Родную мать, которая постарела, взяли и выбросили на улицу. Скандальная ситуация с банкротством старейшей в Татарстане Урусинской ГРЭС давно вышла за пределы республики, став медийным поводом для журналистского расследования репортеров федеральных каналов. Сейчас местное население в рамках республиканской президентской программы переводят на индивидуальные газовые котлы. Однако по-прежнему более 3,5 тысяч местных семей получают тепло от гидроэлектростанции, которая не сегодня-завтра прекратит свое существование. От собственников станции постоянно идет информация, что генерация останется, что сегодня о 10-мегаваттной машине речь ведется. И вот буквально позавчера мы на станции встречались с трудовым коллективом. Есть вакансии и на Колевсовском предприятии электросоединитель. Ни один человек не уходит. Урусинская ГРЭС еще в 2007-м перешла в частную собственность. Новый владелец обязался вкладывать средства в модернизацию станции, на оборудовании которой еще стоит клеймо завода в сталинской эпохе. Однако вместо модернизации у предприятия лишь росли долги. В итоге акционер, некая офшорная компания, зарегистрированная на британских Вергинских островах, приняла решение и вовсе закрыть убыточную станцию. При этом, правда, продолжая уверять районные власти, что люди без тепла не останутся. Ну как она может остаться? Даже если там ставить машину, это два года надо минимум пройдет, на три года пройдет, пока эта станция, машину поставишь. И потом, когда эти машины поставишь, столько тепла эти машины не дадут. Найдите собственников. Привлечь надо их к уголовной ответственности за то, что они вводят в заблуждение людей. Найдите, кто этим занимается. Это же диверсии. Этот целый город может остаться без тепла. Далее, выступая с докладом, министр строительства Эрик Файзулин рассказал о реализации президентских программ в этом году. Намечено капитально отремонтировать 36 школ, 110 детских садов, 3 детских оздоровительных лагеря и построить 4 новых. Также в программах капремонта 44 учреждения культуры. При этом Эрик Файзулин подчеркнул, что существенно ужесточаются требования к подрядным организациям. Они должны быть кристально чисты перед законом. Все предприятия, которые работают в нашей отрасли, ну это в любой, наверное, отрасли сегодня, значит, они должны иметь, значит, биографию соответствующую, трехлетний опыт работы. Рустам Гаяч, вот такая ситуация. Нет, ну это очень серьезный вопрос. Значит, я прошу услышать, ну и еще, значит, и казачьи жестко контролируйте, какие проплаты куда идут. Ведь сегодня вся эта система прозрачная. Вся схема работы строителей, работы через однодневки, она уже все перспективы не имеет. По традиции, республиканское совещание завершилось вопросами агропромышленного комплекса. Выступая, министр сельского хозяйства Марат Ахметов подчеркнул, что в этом году перед аграриями стоит непростая, но вполне решаемая задача – добиться 10-ти процентного роста в растениеводстве республики. Озвучил министр и необходимую для успешного сева сумму свыше 20 миллиардов рублей. Причем по расчетам Минсельхоза для высокого урожая хозяйство должно запланировать в своем бюджете не менее 9 тысяч рублей на гектар пашни. Между тем, многие хозяйства стараются сэкономить на этой статье расходов. Если район настроен провести посевное, потратив на гектар чуть более 3 тысяч рублей, это показывает, насколько район настроен, в кавычках, на решение обозначенных задач. Это просто полный формализм. Нам для результативного года необходимо запланировать на посевное, если взять, скажем, посевное, посевное культуру, не менее 9 тысяч рублей на гектар. Сергей Шерстнев, Марат Зайдулин, Телеканал Эфир.